В рамках благотворительного турне «Уроки музыки» народный артист России Дмитрий Маликов дает мастер-классы ученикам музыкальных школ по всей стране. За два года существования этого проекта он преподал 80 таких уроков. На этот раз встреча с артистом состоялась в детской школе искусства города Видное. Проехав всю страну с благотворительными концертами, Дмитрий Маликов решил этот год посвятить работе в Подмосковье. Проект «Уроки музыки» направлен на развитие начального музыкального образования. Артист абсолютно убежден, что все дети должны получить базовые знания в этой области. По его словам, с самого раннего детства занятия музыкой ему давались тяжело. Родители буквально заставляли маленького Димы учиться. Отец мой в целях дисциплинарных. Перед тем, как уехать, на долгие кастроли он доставал ремень и клал его на крышку пианино. И говорил, что если ты не будешь заниматься, я вот вернусь и тебе этим ремнем. Дмитрий говорил о важности усердного подхода к учебе с самого раннего возраста. Пытался убедить детей более серьезно подходить к занятиям. Любовь к музыке чувствовалась в каждом сказанном им слове, в каждом исполненном произведении. Будь то брам с современной обработки или всем известная композиция «С днем рождения мама», которую Дмитрий исполнил с воспитанниками детской школы искусств. В ходе вечера на одной сцене с Дмитрием Маликовым выступали несколько учеников школы искусств нашего города. Так Анна Паршина дуэтом исполнила произведение «Ночь в Мадриде». У девушки было всего три недели на подготовку. По словам Анны, это небольшой срок, но в целом она осталась довольна своей работой. В сравнении с некоторыми учащимися, может быть, я лучше играю. Я хочу просто быть музыкантом, поэтому надо много заниматься и в конкурсах участвовать. С недавних пор Дмитрий Маликов является телеведущим одной из самых популярных программ для детей на нашем телевидении «Спокойной ночи, малыши». Герои этой программы поприветствовали детей. Привет, друзья! Знаете, нам немного музыки. Да, о звуках и нотах рассказывал. Каждый номер этого концерта был особенным, и дети, безусловно, надолго запомнят этот вечер. Проект носит просветительский характер, а урок такого уровня мастерства трудно не усвоить. Детям давать пример просто культуры, духовности, тем, чтобы они развивались, чтобы они растали интеллигентными, образованными, в творческом смысле, детям. Для этого я езжу по стране. Научно-методический центр Московской области предложил любым музыкальным школам Подмосковья провести у себя этот благотворительный концерт. Школы, конечно, должны соответствовать определенному уровню. Должен быть хороший зал, должна быть хорошая аппаратура, техническое оснащение должно быть на высоте. Мы решили попробовать. Я думаю, у нас получилось все замечательно. В конце вечера организаторы концерта вручили подарок школе искусств. Два профессиональных динамика. ПОДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОСМОТРИ В ГЛАСА ПОСМОТРИ В ГЛАСА ПОСМОТРИ В ГЛАСА Спасибо вам. До завтра. Екатерина Чернышева, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.